Адвокаты семьи Ольги Александриной и Вера Сидельниковой, погибших в ДТП с вице-президента Лукоила на Ленинском проспекте, подозревают в обзяточничестве. Сергей Образцов якобы дал следователю крупную сумму денег для того, чтобы затянуть расследование дела одного из своих клиентов. Сам адвокат уже назвал эту информацию провокацией, а его коллеги из бюро Трунов и партнёры уверены, что Образцов не способен нарушить закон. Наш коллега Владимир Роменский разбирался в обстоятельствах этого дела. Володя. Коллеги против адвоката Сергея Образцова уже возбуждают уголовное дело. Материалы проверки по факту покушения на дачу взятки в отношении юриста переданы в столичный следственный комитет. Комитет сообщили в пресс-службе ГУВД Москвы о новости. Никакими подробностями там делиться не стали. Но, по сведениям Live News, подкупить Образцов пытался сотрудник третьего отдела следственной части УВД по западному округу столицы 6 декабря. Адвокат зашёл в его кабинет и бросил на стол конверт со словами, чтобы не спешили предъявлять обвинение. А затем выбежал в коридор. Как сообщает портал, следователь не стал прикасаться к деньгам и вызвал руководство. Сотрудники службы собственной безопасности извлекли из конверта сумму в 100 тысяч рублей. Ну вот давайте сейчас посмотрим на самого адвоката, как он выглядит в правоохранительных органах. Считают, что таким образом Сергей Образцов рассчитывал замедлить процесс в отношении своего клиента, участника аварии на улице Лобачевского. В этом ДТП погиб мужчина и получила ранение женщина. Просто фантастическое эту историю уже назвал коллега и старший партнёр Образцова Игорь Трунов. Но в коллегии Трунова как раз таки Образцов и работает. По словам Трунова, в правоохранительных органах в очередной раз попытались выставить в неугодном им свете адвоката. Я думаю, что это желание опорочить нашу коллегию по фабуле. Это выдумка богатая на фантазию сотрудников правоохранительных органов. Пришёл, бросил, убежал. Желание опорочить и желание выдать какую-то криминальную составляющую, оно постоянно присутствует. Постоянно пишутся заявления в отношении меня о лишении статуса и придумывают всякие уголовные приключения. Желание нас подсвечь огромное, потому что те скандалы против крупных компаний, против правоохранительных органов, в которых мы участвуем, они, конечно, оттолкают правоохранительные органы на вот такие провокационные вещи. Трунов, сославшись на адвокатскую тайну, отказался сообщить, действительно ли Сергей Образцов занимался тем делом, о котором идёт речь в публикации. В то же время он назвал своего коллегу чистым адвокатом, то есть не имеющим опыта работы в силовых органах. И сказал, что тот никогда бы не пошёл на такое преступление. Но он лично беседовал с ним и сказал, что Образцов сегодня сам узнал из интернета о том, что его обвиняют, и пока ни в какие правоохранительные органы его не вызывали. Ну, само же наказание и само преступление, в котором его якобы сейчас обвиняют, предусматривает наказание за трёх лет лишения свободы. Напомню, что Сергей Образцов работал над громким процессом по ДТП на Ленинском проспекте. Он защищал интересы родственников Ольги Александриной, одной из женщин, погибшей в этой аварии. В феврале 2009 года её сестрая столкнулся с Мерседесом вице-президента корпорации «Лукойла» Анатолием Барковым. По версии следствия, Александрина и её сыр кровь Вера Сидельникова погибли в результате выезда на встречную полосу, о чём немедленно, кстати, тогда сообщил приехавший на место происшествия дорожный инспектор. Коллеги. Спасибо, Володя. Владимир Роменский о неожиданном компромате на адвоката. Продолжение следует...